This conference will now be recorded. В такой ситуации, когда для одного человека мотивирующий фактор срабатывает, а для другого совершенно не срабатывает. Например, работник собирается увольняться, и мы начинаем его уговаривать, говорит, вы хороший профессионал, вы такой замечательный, оставайтесь, зачем вам идти искать счастье где-то там, мы вам зарплату повысим, говорим мы так вкратчиво. А он на нас удивленно смотрит и говорит, спасибо, конечно, за предложение, мне это очень приятно, но меня зарплата не интересует. Ну как, вас не интересуют деньги, но мы же прибавляем, мы там два раза прибавим. Он говорит, спасибо, меня другое интересует. Вы удивляетесь, а действительно, вот где его кнопка? Мы нажимаем на одну кнопку материальную, но она не срабатывает, следовательно, есть какие-то другие кнопки. И вот эти четыре кнопки мы с вами попробуем сегодня поискать и определить, как можно найти подход к разным людям, как определить эти кнопки у разных людей и как они будут работать. Вот такая интересная у нас тема сегодня. Ну что ж, я сейчас немного расскажу о нашем центре и о себе. Пока буду рассказывать, я вас попрошу, во-первых, я покажу сейчас, чем будем заниматься, будем обсуждать вопросы, а потом я попрошу ответить на один вопрос. Итак, сегодня мы с вами узнаем, какие основные типы трудовой мотивации можно выделить у членов команды проекта, как определить тип трудовой мотивации у конкретного сотрудника, какие кнопки следует использовать для стимулирования каждого члена команды проекта и как повысить эффективность работы в целом, да, команду проекта, используя эту методику. И получим ответы на вопросы. Если у вас останутся вопросы по мотивации, я готова бы ответить. Ну а для начала я попрошу вас написать в чат, с какими трудностями вы сталкиваетесь или какие трудности испытываете при мотивации сотрудников. Если вы руководитель или руководитель проекта, или руководитель организации, структурного подразделения, или были руководителями, у вас был такой опыт, и перед вами стояла задача стимулировать, мотивировать работников, то вот какие трудности вы испытывали? Напишите, пожалуйста. Если вы не руководитель и никогда руководящей должностью не занимались, то попробуйте определить, с какими трудностями вы бы встретились, если бы вам пришлось кого-то мотивировать. Да, вот спасибо. Я вижу, что вы уже начали писать. Отлично. Я обязательно прочитаю. Чуть позже пишите пока в чат. Я вернусь и прочитаю. Ну а пока несколько слов о нашем центре. Нашему центру в следующем году исполняется 30 лет. Приближаемся к возрасту Христа. У нас более миллиона выпускников и более 250 преподавателей-экспертов. Одним из таких преподавателей являюсь я, Ольга Юрьевна-Этлаш. Это моя регалия. Я работаю в нашем центре уже больше 12 лет. И до этого у меня был опыт преподавательской деятельности в высшем учебном доведении, затем учаром работала, учар-директором, директором по персоналу. И у меня также серьезный опыт есть в консультировании работников, в том числе и в мотивировании тоже. Потому что такие задачи перед HR-директором очень часто стоят. Вот найти эти кнопки или какую-нибудь систему мотивирования работников разработать. Все это мы делали, все это мы проходили. Также я курирую наш HR-клуб, специалисты. И с проектами сталкиваюсь постоянно. Если говорить о нашем центре, то у нас сплошные проекты. Мы участвуем подчас не в одном, а параллельно в нескольких проектах. Поэтому мне это тоже все знакомо. Консультируя слушателей и выпускников по равным вопросам, касающимся управления персоналом, публикуюсь в профессиональных журналах, в авторизированных сайтах и в моих контактах. В вашем личном кабинете и под профилактикой преподавателя можете увидеть адрес корпоративной почты у Светлышева.самаха.специалист.ру Моя страница на сайте специалист.ру Это ссылка на нее. И в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Приходите, будем общаться, дружить и обмениваться интересной информацией. Ссылку на наш флог я тоже здесь размещу. Мы в ВКонтакте, Facebook, Telegram, Instagram. И записи этого вебинара мы тоже обязательно в ближайшее время, как только будет готова запись, разместим в нашем флоге. Можете у нас в флоге ее тоже посмотреть. Что касается центра, то мы гарантируем качество, результат, сохранение ваших средств, средств организации. У нас гарантированное расписание. Мы уже составили расписание на 2021 год. Поэтому можете выбрать любой курс по этому расписанию. Гарантия безопасности. И у нас разные формы обучения. Почное обучение может быть групповым в группе. Сейчас часть группы мы перевели на дистанционное обучение. Но я надеюсь, что рано или поздно в кандиде закончится. И мы все опять встретимся с аудиторией. И может быть индивидуальное. Индивидуальное, когда кто-то из слушателей хочет лично пообщаться с преподавателем, чтобы для него все это провели. Электронное. Например, сейчас мы с вами онлайн в режиме вебинара общаемся. У нас есть микро-аллиоринг. Тоже очень интересное направление. Смешанное, очень заочное и открытое. Поэтому выбор огромный. Выбирайте тот формат, который вам нравится. Приходите. Мы всегда рады нашим слушателям. Документы об окончании, которые получают наши слушатели, это либо свидетельство об окончании курса, либо удостоверение о повышении квалификации. Ну и еще такой очень весомый диплом. Это диплом о профессиональной переподготовке, который показывает, что вы получили новую специальность и можете по этой специальности работать. Итак, возвращаемся к моему вопросу. Напишите, пожалуйста, какие трудности вы испытываете при мотивации сотрудников. Я открываю чат и хочу почитать, что вы написали. Диана пишет. Сложно понять, что может мотивировать конкретного человека и как можно это выяснить. Диана, я думаю, что мы сегодня найдем ответ на этот вопрос. Николай пишет. Сложно найти и определить, что мотивирует больше всего. Да, вот, видимо, речь именно об этих кнопках идет, да? Нажав на которую, человек с радостью будет это выполнять. Антон, основная трудность – качественная идентификация мотивационных факторов сотрудника. Сейчас даже явно люди не называют то, что их мотивирует. Вы знаете, я думаю, что это связано с тем, что люди сами не всегда знают себя. Они не всегда понимают, что им нужно. Ну, не каждый человек анализирует себя, там, копается в себе и так далее. Ну, как бы живет и живет. Интуитивно понимает, что ему приятно, что не приятно, но вот сформулировать не всегда может. Поэтому это задача, наверное, все-таки руководителя – найти к нему такой подход. Никита пишет. Сотрудники набираются опыта и уходят в более крупные компании. Это трудность мотивации. То есть, судя по всему, трудность заключается в том, что компания небольшая по масштабу, и поэтому вот работники хотят развиваться в более крупных компаниях. Но здесь, кстати, нужно понять, почему. Если у них нет развития, в вашей организации, может быть, подумать над тем, что… Какое развитие им дать? Может быть, горизонтальному, еще какой-то. Ну, в общем, тоже интересный вопрос. Спасибо. Так, и не совершенная система мотивации, не была возможности ее исправить, система не работала. Я думаю, что речь идет не только о материальной мотивации в этой системе, но, наверное, и не материальной, и условно материальной. Потому что одна материальная мотивация, она не сработает. Если сработает, то не на всех людях. Вот сегодня мы в этом убедимся. Так, Дмитрий, стимулировать инициативу и сознательность исполнителей. Да, это тяжелая вещь, правда. И инициатива – это, пожалуй, самое сложное, потому что инициативу можно предъявлять, когда вообще хорошо разбираешься в чем-либо, да, это надо быть хорошим профессионалом, понимать. Когда есть понимание бизнеса, это тоже важный момент. И есть вообще желание о чем-то думать. Тут много нюансов. Спасибо. Дальше Екатерина пишет. Как можно понять, чем мотивировать данного конкретного человека? Спасибо. Это тоже, видимо, речь идет именно о кнопках. Где найти эти кнопки, как определить? Николай пишет. Перед определением рычагов нужно еще четко определить тип человека. Аудиал, визуал и т.п. И, исходя из этого, определяешь подачу информации, нащупав то, что человеку интересно, пытаешься вывернуть. Это в интересах подразделения, дополнительный контроль. На начальном этапе отнимет много сил и времени. Николай, спасибо большое. Вот одна, еще одна из методик. Вообще, этих методик великое множество. Одна из методик – познать человека и читать человека как миту, вы правильно сказали, это понять канал его восприятия. То есть, какими глазами он воспринимает мир. Если мы поймем, а еще лучше, если у нас точно такой же канал восприятия, допустим, визуальный, то нам легче с ним будет общаться. Полностью с вами согласна. Спасибо. Далее Вика пишет. Домой мотивации является атмосфера внутри команды, уважение, корректное общение, умение слушать, слышать друг друга. Второе – интересные задачи проекта. И третье – зарплата. Да, Вика, вы абсолютно верно все прописали. Единственное, нюанс заключается в том, что у разных людей разные приоритеты. Вот вы на первое место поставили атмосферу внутри команды, допустим, да, а кто-то поставит зарплату, а кто-то поставит интересные задачи. Видите? Вот поэтому мысли интересные, и наша задача – именно понять, в каком приоритете каждый человек воспринимает эту мотивацию, эти кнопки, да. Спасибо. Дальше. Анастасия. Получение честной и обратной связи сотрудников, желание сотрудников брать на себя ответственность к новой задачи и страхи. Это мотивирует, да. Если я правильно поняла, то это не всех мотивирует, потому что даже корректная обратная связь, она, к сожалению, не всем желательна, и мы все готовы к ней. Если я правильно поняла, Анастасия. Николай пишет, что зарплата – это скорее стимулирующий фактор. Анастасия пишет, что страх получить негативную мотивацию паучной системы принятия в компанию. Да, это, конечно, мотивирует не будет точно. Алексей. Почему руководство редко интересуется, что мотивируется, только можно просто спросить. Вот по поводу спросить я согласна. Конечно, надо в первую очередь узнать у человека, что ты очень дорогой, что ты… Когда твоя душенька будет довольна. Но, как я сказала, в начале, когда мы начали обсуждать, не каждый человек может это сформулировать. Это тоже трудность. Да, Анастасия, это ограничение. Да, согласна. Ну что же, видите, мы посмотрели, какие проблемы уникают при мотивировании сотрудников. И действительно, большинство пишет именно о тех самых кнопках, о которых мы сегодня будем говорить. То есть индивидуальный какой-то подход к человеку. Как же понять, кому что нужно, если не спрашивать. Или если мы спрашиваем, а он не отвечает, он не знает. Ну, давайте вместе будем разбираться. Кстати, если вас интересует вообще тема управления командой проекта, то у нас есть отдельный курс, на который я вас приглашаю. 16 академических часов. Ближайшая группа будет по вечерам с 17.30 до 21.30. 4 вечера подряд с 21 декабря по 24 декабря. Это будет у нас дистанционное обучение. Это конкретная группа будет именно в дистанционном обучении идти. Но у нас есть очные форматы. И там мы учимся планировать команду проекта, подбирать нужных работников, мотивировать, управлять, развивать и так далее. Там очень много инструментов, я даю, практических инструментов. И достаточно много сочинений психологии по ходу человека. Итак, 4 кнопки. Давайте начнем искать эти кнопки. И как, в общем-то, мы работаем с ними. Вопрос первый. Какие основные типы трудовой мотивации можно выделить для членов команды проекта? И за основу я возьму тест Владимира Герчикова, который выделяет 5 типов трудовой мотивации. Кому интересно, вы можете зайти в интернет. Этот тест есть в открытом доступе. Владимир Герчиков, автор теста. Он еще называется по-другому MyType. Если даже вы наберете просто тест Владимира Герчикова или типы трудовой мотивации, то вы обязательно найдете этот тест. Вы можете пройти в онлайн-режиме и посмотреть свои результаты. Ну, а Герчиков выделяет 5 типов. Это инструментальный тип, особенность инструментального типа заключается в том, что эти люди приходят работать именно для того, чтобы зарабатывать деньги. Ну, собственно, мы все работаем за деньги, понятно, что бесплатно мало кто работает, хотя иногда волонтеры, например, или стажеры могут работать бесплатно. Но, скорее всего, если человек идет в проект или устраивается на работу, то, скорее всего, рассчитывается на какой-то моральной, материальной составляющей. А у инструментального типа это основная кнопка. Вот, то есть, для них деньги это первоочередное, что, собственно говоря, и не ближе. Не важно, где работать, главное, чтобы хорошо платили. И они могут браться в любую работу. Второй тип это профессиональный тип. Кстати, я вот сейчас буду характеризовать, вы попробуете определить просто по характеристикам, что вам ближе, как вы считаете, какой у вас тип трудовой мотивации, да, вот пока из моей краткой характеристики, а потом уже подробно будем об этом говорить. Профессиональный тип характеризуется тем, что для него самое главное это интересные задачи, функции, очень любят учиться, вот так же как Лидочка. Патриотический тип. Патриотический тип приходит на работу для того, чтобы сплотить коллектив. Это очень лояльные работники, они готовы до последнего быть с этой организацией, с этим проектом, то есть они такие патриот, что там говорит, но они не всегда бывают эффективны, им даже иногда денег не надо, вот самое главное, чтобы красное знание, и берет связь, данков такой, да. Хозяйский тип. Этот тип подовой мотивации предполагает, что человеку нужна своя зона ответственности, ресурсами и свободу действий. Вот дайте мне какой-то проект, отстаньте от меня и я сам буду его выполнять и покажу вам уже результаты. Вот как и так. И замечательный такой лимбинизированный тип, которому ничего не нужно. Ни деньги, ни функционал, ни обучение, ни люди какого-то патриотического, мне ответственности более не нужна, ничего не хочу. Обучаться не хочу, работать не хочу, есть хочу, хочу удовлетворять свои если себя кто-то узнал, напишите пожалуйста в чате, как вы считаете такой у вас ведущий тип трудовой мотивации. Чистых типов трудовой мотивации не существует по определению, потому что что такое чистый тип? Это значит человек только про деньги думает, больше ни о чем. Вот это чистый тип, да? То есть если мы проходим тестирование, то получается, что по тестированию какое-то количество баллов по инструментальному типу, а по остальным ноль. Ну, такого не бывает, все равно эти баллы распределяются. У кого-то более-менее одинаково, у кого-то ярко выраженный такой тип. И вот я хочу посмотреть в чате, что вы написали, кто себя определил. Лидия определила, профессиональные, спасибо. Дмитрий, хозяйско-патриотический, да. Кстати, хозяйско-патриотический очень часто встречается, потому что среди хозяйского типа много собственников, предпринимателей, владельцев бизнеса, владителей организаций, и, конечно же, они любят свою организацию, они любят свое дело, поэтому патриоты у них тоже есть. Так, дальше, Вадим инструментальный и профессиональный, кстати, тоже очень часто такой вот гибрид инструментальный и профессиональный. Я хороший профессионал, и платить часто встречается. Так, Эмиль, профессиональный, хозяйский, спасибо. Дальше, Яна, хозяйско-профессиональный тоже, Татьяна, профессионально-патриотический, хозяйский, замечательно. Причем, знаете, чем больше типов трудовой мотивации вы в себе чувствуете, тем лучше в том смысле, что это некая гармония, такой гармоничный человек, достаточно гибкий и, наверное, легче мотивировать такого человека. Дальше, Анастасия пишет, что комбинация инструментальный, хозяйский, профессиональный с превалированием хозяйского и у Валерии инструментально-патриотический. Инструментально-патриотический. Знаете, я даже не могу себе представить, как это может быть, потому что, ну, вполне возможно, да, это есть, просто мой мозг взрывается, поскольку инструментальный тип это деньги, он готов, грубо говоря, продаться любому работодателю, а патриотический нет. Патриот, я только вот за это и все. Ну, возможно, возможно, мне надо подумать, просто я еще не готова к этому, вот к такому гибриду я не готова. Ну, наверное, к такой тоже может быть. Так, Вика, без профессиональных хозяйский, Валерий, без патриот, за деньги. Отлично, отлично, тогда все, патриот сложился, я поняла, спасибо. Ну вот, молодцы, определили, теперь то, что мы будем дальше говорить, вы можете пока применить к себе, а потом уже будете использовать и в применении к другим людям. Так, мы с вами выделили, ну, попробовали себя определить, как определить трудовую мотивацию у другого человека. Вот, для того, чтобы это сделать, необходимо использовать методы психологического изучения личности. Психологи пользуются четырьмя методами беседа, наблюдения, изучения документов и тестирования, и мы тоже самое можем через эти четыре метода определить тип трудовой мотивации. Как мы это можем сделать? Давайте посмотрим. Итак, у нас есть вот пять типов и начинаем с инструментального. Мы с ним разговариваем, наблюдаем за его поведением и изучаем документы. Тестирование пока не берем, но тестирование это, например, тест Герчикова. Провели, тестирование и поняли. Как ведет себя инструментальный тип? Говорит в основном про деньги. Деньги, деньги, мало денег, когда будет зарплата, если что-то нужно делать, так, слушай, надо там на сверхурочной остаться. Говорит, сколько это будет стоить, что мне заплатят и так далее. Если мы говорим про поведение, это вот беседа, теперь наблюдение. Мы наблюдаем за поведением, как он себя ведет. Чтобы он не делал любой его шаг, должен быть оплачен. Например, на моей практике была такая история, когда мы награждали лучших сотрудников и давали им вручали грамоту и благодарственное письмо такое было и премия. И я обратила внимание, что один из работников, получив эту грамоту, проходя мимо урны, идет на своей местности, только получил, проходил мимо урны, взял и номер сила. Представляете? Вот, а когда я подошла и говорю, что случилось, объясните, пожалуйста, может быть, что-то не так. Да нет, все нормально, зачем мне нужна эта бумажка? Вы же мне премьер заплатили и все недостаточно. Вот, и чисто инструментальный тип. Он примерно так себя ведет. Если мы будем изучать документы, то, например, в приказах по отношению к этому лицу, в поощрениях, будут в основном премии за KPI, потому что они четко это понимают. Вот вы мне скажите, что надо сделать, как вы это проверите, и я буду делать это. Как определить профессиональный тип? То же самое, когда мы с ним разговариваем, с профессиональным типом, он будет интересоваться функционалом, он будет интересоваться проектами, новыми задачами, как это сделать, какими-то инструментами, обучением, например, и так далее. Если мы наблюдаем за этим человеком, то мы видим, что он готов работать сверху. Если это его любимая работа, он даже денег не попросит. Он останется, его даже уговорить, он останется, он будет доделывать работу, потому что для него самый главный его функционал, его работа. И с удовольствием учится. Сам будет приходить и говорить, пожалуйста, направьте мне куда-то на обучение, опустите меня обучение, а когда будут и энергии, или что-то такое. И если мы посмотрим документы, то, скорее всего, его будут поощрять за инициативность. Он, поскольку сам хорошо разбирается в своей свередительности, ему захочется что-то оптимизировать, улучшить и так далее. Ну, и за это, конечно, его тоже будут награждать. Патриотический тип, как определить? Когда мы с ним разговариваем в беседе, то он, скорее всего, будет говорить о людях, о том, какая замечательная у нас организация, что нашему центру уже исполнилось 29 лет от следующего года, 30 лет, и что у нас есть какие-то корпоративные мероприятия замечательные. И вообще все хорошо. И вот среди патриотического типа, кстати, есть и волонтеры. То есть, ну, про деньги приятные, он что-то будет говорить. Если надо кому-то помочь, сказать, пожалуйста, там, помоги своим товарищам, он с удовольствием это сделает, достанется и так далее. Если мы наблюдаем за поведением, вот как он себя ведет. Он актив, активист, активно участвует в корпоративных мероприятиях, например, в таких, как в субботнике, собрании и так далее. Он, как правило, не пропускает их, и вот впереди планеты всей. И если мы будем смотреть документы, изучать, то, скорее всего, его будут награждать, патриотический тип, за активность, за активное действие там при спасении похивающих или утопающих. Как-то так. Хозяйский тип, как определить? Когда мы разговариваем с хозяйским типом, мы задаем какие-то вопросы, что вы хотите, или вообще, как в вашей жизни, он, скорее всего, будет говорить о свободе действий. Он будет говорить, ой, как надоел этот контроль, все меня контролируют. Вот мне бы взять, дали бы мне такие ресурсы, да я бы во всю город свернула. Вот. И, скорее всего, он будет тоже говорить про бизнес-процессы и оптимизации. Он замечает всякие мелочи, он идет и говорит, ну, смотрите, видите, опять экран не закрыли, ну, что ж такое, свет не выключили. Ну, это же деньги, да, вот это нагорает. Все это нам, потом все это из бюджета платить и все прочее. Вот такой хозяйский тип в разговоре. И, когда мы наблюдаем за ним, то он, скорее всего, оптимизирует и старается экономить ресурсы. Это касается, вижу ваши комментарии, спасибо. Это касается и человеческого ресурса тоже. Вот они, и человеческий ресурс, и деньги экономят, в общем, все-все-все-все экономят. Ну, хозяин, понимаете, он же не будет разбрасывать этот договор. Если мы говорим о наградах, допустим, мы изучаем документы и видим приказы о поощрении, то, скорее всего, его будут поощрять за достижения за какие-то, что его структурное подразделение, если он руководитель, да, на первом месте, что его проекты, если он менеджер проекта, значит, самые передовые закончили в срок или раньше, и с отличным качеством, ну, хозяйский. Ну, и, наконец, как у нас леупинзировано, я не знаю, даже стоит не рассказывать, потому что среди нас нет леупинов, вот, и я думаю, что все их могут узнать. Ну, если серьезно, то леупина можно узнать, потому что, скорее всего, он долгие годы работает на какой-нибудь исполнительской должности, он не продвигается вверх, среди руководителей их точно нет, вот, и при разговоре, при беседе с Люпиным, он будет всех обвинять в своих неудачах, он будет говорить, что виноват его руководитель, что руководитель организации виноват, что не в той стране он живет, что президент у него не такой, что погода плохая, и вообще все отвратительно, потому что все вокруг виноваты, не только люди, но и вот обстоятельства. Если мы говорим о поведении, то, скорее всего, он будет отлынивать от работы, даже если мы будем обучать его за счет организации, он будет отказываться, ну, то есть, всячески, вот, избегать, своего развития и так далее. Ну, и, конечно же, если мы будем смотреть приказы, то, в первую очередь, у этого типа будут приказы о взысканиях. Поощрение вряд ли, скорее всего, какие-то взыскания. Вот краткая характеристика, как можно определить ведущий тип трудовой мотивации через беседу, наблюдение, изучение документов. Ну, а если они пройдут тестирование, то вы увидите результат. Результат тоже я вам покажу. Например, вот такой весель. И здесь мы видим, вот, человек про тестирование, мы видим процентное соотношение того или нового типа трудовой мотивации. В данном случае, например, инструментальный и профессиональный, практически на одном уровне. я говорю, что такое соотношение чаще всего бывает. Вот в этом варианте тоже инструментальный, профессиональный, практически. Только здесь больше инструментального, а здесь больше профессионального. Вот. И остальные, они тоже как-то вот расположены примерно одинаково. люмпенизированный тоже у всех есть, абсолютно у всех. Вы, пожалуйста, не пугайтесь. Когда вы пройдете тестирование, вы увидите, что у вас, да, спасибо, Дмитрий, за вопрос, я отвечу. когда увидите, что у вас есть еще и какой-то процент люмпенизированного типа, вы не пугайтесь, потому что у каждого человека это видит. Люмпенизированный тип это стремление к стабильности. Это нормально. Любой человек, наверное, в какой-то период времени хочет какой-то стабильности, да, чтобы и в стране было стабильности, и в работе вообще везде. Значит, вот Дмитрий спрашивает, как эти пропорции вычисляются. Если вы пройдете тестирование в электронном виде, то вы увидите вот какой-то результат. Разные тесты выдают разные результаты. Ну, кто-то в такой форме, кто-то в другой, кто-то там в третьей форме, но по тесту можно это определить. Вот, поэтому попробуйте пройти. Если не найдете теста, я уверена, что вы не найдете, в открытом доступе есть, Герчикова, тест Герчикова. Если не найдете, напишите мне письмо, я вам ссылку, найду тест и скину ссылку. Итак, значит, вот вариант тестирования. Далее. Теперь давайте определим, как же с этим работать. Предположим, мы определили ведущий день с футболомотивацией. Вот, перед нами инструментальный текст. И у нас с вами есть четыре кнопки. Вот те самые четыре кнопки, которые у нас в заголовке этого номинара. Первая кнопка зеленого цвета. Я ее обозначила зеленой, потому что это базовая. Если мы на нее нажмем, то человек тут же выполнит то, что мы хотим. Потому что это его кнопка. Это вот его мотиватор. Вторая кнопка, она переходная. Она такого вот салатого цвета между зеленой и желтой. Она применима. Она тоже сработает. Но не всегда. Мы можем тоже ей пользоваться. В общем-то, иногда она сработает, иногда не сноматывает. Желтая кнопка желтого цвета. Н нейтральная. То есть эта кнопка вообще не работающая. Ну, как паломная. Знаете, сколько бы мы на нее не давили, мы, скорее всего, не получим никакого результата. Да, коллеги, я вижу, что вы пишете вопросы. Пишите, пожалуйста, вопросы. Я сейчас закончу вебинар и отвечу на них. Хорошо, чтобы мне сейчас не отвлекаться. Вот. Но я обязательно отвечу. Так что пишите. Сейчас. Значит, это желтая кнопка вообще не работающая. Она никак. кто-нибудь другой не работает. И, наконец, есть красная кнопка. Как в светофоре. Красный свет, все стоять, запрет, не дай бог что. Вот на эту кнопку нельзя нажимать. Красная кнопка на выражение. Итак, как эти кнопки распределяются в инструментальном тикле? Здесь я перечислила разные формы стимулирования. Негативные, наказания, замечания, выговор, увольнения по 192 стаке трудового кодекса. Денежные, премии, там различные бонусы, что там еще, набавки и все прочее. Выговоры всякие. Натуральная покупка жилья, алимоты. Моральные, сердечные спасибо, там, грамоты и благодарственные письма. Патернализм, отечественная забота. Условия работы, например, график работы, да, или рабочее место и участие в управлении. Возможность принимать решения. И вот мы здесь сразу же видим, какие кнопки запрещены, а на какие надо нажимать. Если перед нами, чистый, инструментальный тип, денежная кнопка основная, ну, еще может быть, помогут натуральные, да, все. Остальные кнопки не работают, либо не работают, либо вообще запрещены. Вот красная кнопка, это демотиватор. Помните, я вам рассказывала о том, что мы выдали премию и грамоту. Грамота, значит, в уровне оказалась, премию получила. Так вот, если бы мы еще и премию не выдали, вот этого инструментального типа, а только грамоту, это вообще было бы что-то. Он бы нас всех разнес, наверное, или уволился. Вот и патернализм тоже недопустимый. Это инструментальный тип. Следующий тип у нас профессиональный. Те же самые кнопки, но располагаются они иначе. У профессионалов, который пришел для того, чтобы выполнять функции, интересные функции, у него базовая кнопка у слове работы. Создайте ему слове работы, и он будет у вас работать с утра до ночи. Есть также применимые, денежные, но для профессионала вот эта кнопка денежная, она работает немного по-другому, нежели для инструментального типа. Если для инструментального это цель, то для профессионального это показатель его профессионализма. Если мне платят, примут, значит, я хороший профессионал. Ура, ура. Ну, а размер применения, в общем-то, не всегда даже важен. Моральные принимаются, участие в управлении. Но зато ни в коем случае нельзя наказывать профессионала, и патернализм тоже запрещен. Кстати, профессиональный тип, вот сейчас посмотрите, по мотивации, и хозяйские очень похожи. Следующий у нас патриотический тип. Здесь нет ни одной запретной кнопки. С патриотами можно делать все что угодно. Ну, а базовая кнопка, конечно же, моральная. Только скажите, что ты молодец, если бы не ты, да мы бы все тут вообще пропали. Все, ему этого достаточно. У него крылышки вырастают, и все, вперед с петлей. Итак, я сказала, что хозяйский похож на профессиональный, вот давайте сравним. Смотрите, у него такие же добритные кнопки, это негативные и патернализм, только у него другая кнопка базовая. Если у профессионала условия работы, да, базовая кнопка, то у хозяйского типа это участие в управлении, ну, потому что для него это самое главное, самое важное, участие в управлении. Ну и, наконец, ликенизированный. Здесь три базовых кнопки, негативные, его надо наказывать, только тогда он будет работать, да, нули, проконтролировали, стал работать. Натуральный, любит халяву и патернализм, да, я ничего не делаю, а меня вот и кормит здесь, и фитнес мне дает, вот, я у вас буду работать, пожалуй. Запрещено условия работы участие в управлении. Если моему созданию условия работы, он вообще работает не будет, он все забросит, дадим новое оборудование, он сломает или продаст, или еще что-нибудь, нельзя. Ну и частью управления нельзя, потому что он всегда будет морчать и будет вечно недовольным, и всех будет заводить, и ничего хорошего из этого не получится. теперь мы сводим все это в единую таблицу, и видим вот такую картинку. Формы стимулирования, типы мотивации и кнопки, на которые можно нажимать или нельзя нажимать. Смотрите, как интересно. Теперь в наших руках ключ абсолютно прямого человека. Теперь мы знаем, сначала мы определяем тип трудовой мотивации через беседу, наблюдение, изучение документов, тестирование, возможно, будем применять. Выстраиваем систему мотивации, учитывая индивидуальный тип трудовой мотивации членов команды проектов. Если у вас в проекте оказались в основном профессионалы или патриоты или инструментальный тип хозяйский нежелательно, сейчас объясню почему, то желательно всю систему выстраивать вот под этот тип, то есть под тот тип, который префолнирует. Хозяйский нежелательно, потому что с ним будет трудно, он плохо управляемый и идеально, когда хозяйский тип трудовой мотивации у руководителя, у руководителя проекта или у руководителя структурного подразделения или у руководителя организации и так далее. Ну а если у вас еще и любимые оказались, я вам сочувствую. Далее, кроме общей системы мы также применяем индивидуальный подход к стимулированию каждого члена команды проекта. Это тоже очень важно. Учитывайте нежелательно всех. Допустим, большинство собрались профессиональных типов, но кто-то с инструментальным типом трудовой мотивации. Не надо его под одну к ребенку, у нас, да, будет общая система, но при этом индивидуальный подход. Ну, будем как-то индивидуально подходить. Разговорим на одном языке. Нажимаем только на базовые кнопки, на зеленые, но ни в коем случае на крафтную. Не дай бог нажать. Иначе человек от нас уйдет и проект тоже может провалиться. А теперь кейс. Значит, у нас 5 типов трудовой мотивации. Кейс такой. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, какой тип трудовой мотивации больше всего подходит, например, не знаю, ну, давайте так, менеджеру проекта. Напишите, пожалуйста, как вы считаете, менеджер проекта должен быть с каким типом трудовой мотивации? Это первый вопрос. Прошу вас ответить в чате. И второй вопрос. Зачем нужен любопедизированный тип? Значит, первый вопрос. Какой тип трудовой мотивации у менеджера проекта? Я вижу ответы. Все выбрали хозяйский или профессионально хозяйский. Да, я с вами согласна. Классно, когда менеджер проекта является хозяйским типом и плюс еще профессионал, не только в проектной деятельности, но и в своем каком-то направлении, там, строительстве, например. Это вообще классно. Если он будет чисто профессиональным типом, я думаю, что плохо будет управлять. С управлением профессионально не очень получается. Он хороший специалист. На своем месте, ему нужна зона ответственности, и все, не трогайте меня. Если ярко выраженнее. Ну и на второй вопрос тоже вижу ответы. Зачем нужен люмпинизированный тип? Потому что он действительно нужен. А он нужен по нескольким причинам. Давайте сейчас посмотрим ваше мнение. Занимать нишу. Ну, так, иногда приходится. Так, дальше. Люмпины нужны для грубой работы. Согласна с вами. Люмпинов можно использовать для какой-то... Вы написали грубой, да. А я хочу подобрать какой-нибудь еще синоним. Когда изо дня в день одно и то же. Ну, неинтересная какая-то работа, да. Низкоквалифицированная работа. Вот для них. Рутины. Вот, Дмитрий, да. Спасибо, вы мне помогли. Для рутины работы. Совершенно верно, да. Вот. И что у нас тут еще? Значит, Люмпин – это необходимость. Не всем быть звездами. Да. Правильно, Эмиль, согласна с вами. Нам нужны Люмпина для того, чтобы сравнивать всех остальных. И понимать, что все остальные – это лучше. То есть надо же с кем-то сравнить. А если, дай бог, ты себя будешь вести плохо, вот как у Амасия, вот Люмпин наш, да. То есть мальчик или девочка для битья тоже, в общем-то, как роль в команде. Анастасия пишет, согласна с Алексеем, для черновой работы. Верно. Николай пишет, для работы по четкому алгоритму. Абсолютно верно. Поскольку они хотят учиться, они совершенно не заинтересованы в продвижении, то им надо вот что-то сказать. Шаг вправо, шаг влево, там, что нужно делать и все. Да, спасибо. Люмпин, страшилка, не будь таким. Да, да, все верно. Вы правы. Ну вот, видите, мы с вами разобрались, кто есть кто и как можно с ними себя вести. Причем наказывайте, не бойтесь, Люмпина, он любит это. Он только это и понимает, пожалуй. Это его базовая кнопка. Ну, а если захотите подробнее об этом узнать, и об этом тоже, и другие какие-то методы, и вообще захотите у нас учиться. И у меня, в частности, приходите на управление командой проекта, роли компетенции руководителя проекта. Ближайшая дата 21 декабря по вечерам. Ну и программа тоже здесь снимется. Итак, мы с вами разобрали вопросы, касающиеся основных типов трудовой мотивации. Определить, как выделить это, как определить тип трудовой мотивации у конкретного работника, сотрудника, как использовать эти кнопки для стимулирования каждого члена команды проекта и как повысить эффективность работы команды, используя эту методику. Если есть вопросы, я видела вопросы, сейчас я обязательно на них отвечу. Запись вебинара можете посмотреть по ссылке на YouTube. Это ссылка на наш канал специалист.тв. Ну и, пожалуйста, ваши вопросы. Спасибо вам. Я размещу презентацию в вашем личном кабинете, а сейчас пока пролистаю чат, посмотрю, были какие-то вопросы, я обещала отметить. Давайте так. Я, наверное, попрощаюсь со всеми. Все, кто слушал, большое вам спасибо за то, что вы приходите на наши вебинары. И заканчиваю запись. Спасибо.